Этот случай произошел со мной в 2005 году, тогда я лежал в больнице перед операцией, когда ломал руку. Врачи другой больницы не так переоперировали меня, и я решил поехать в Прокопьевск специалистом, где мне восстановили мою руку. Но шрам так и остался у меня на руке. Перейдем к сути дела. Была ночь, до операции оставалось два дня, еще со всеми своими соседями по палате. Все мы мирно спали, но ходили сухи, что под окном, где мы спим, была построена статуя неизвестной личности. Откуда она появилась, многие на это не знают ответ. Ну вот, спим все дружным и спокойным сном, и то никого не тревожу. Я проснулся из-за топота в коридоре, подумав о том, что это была сама дежурная, которая следила за семью пациентами. Топот был очень сильным, как будто у кого-то ноги налиты свинцом железа. Это продолжалось всю ночь. Я встал и забернул в окно. Там той статуи не было. Так странно, я был в ужасе от того, что топоты я понял, делает она, потому что все спали. Я резко лег на свою кровать, прикрывшись одеялом. И сейчас будет страшно, подумав я. Топот той статуи очень сильно прибился к двери. И ногой она пнула со всей силы, что дверь приткнулась к стене. И смотрю, стоит она, разбудила всех. Ее видели мы все. Это было, да, не менее жутко. И она очень быстро, с сильными топами, со своими нецеметных ног, сделала очень быстрые три шага. Все как-то закричали, и у нее глаза стали красными. У нее нет лица, сказал один. Другие кричали, чтобы эта нечисть ушла. Услышав дежурная, была ужасью. Она тоже видела ее. Включив свет, она резко исчезла. Но она сказала, что никому не говорите то, что мы увидели. Мы потом все снова уснули. Но я ненадолго. Проснувшись, она стала надо мной. Эта ужасная статуя со всеми силами схватила меня. Затащил куда-то, было мне страшно, там до мрака. Но потом выкинул назад в палату. Я думал, у меня не было 20 минут. Но как странно, меня не было 2 часа. Меня искала вся больница. И спросили, где я был, с кем лежал. Они были в шоке. Я встал у стены возле окна того. Уже утро. Мы пошли гулять. На прогулку. С другом я по палате смотрим на то место. А стоит ли я это там. Он сказал, подойдем поближе к ней. Может она больше не двинется к нам. Вы подошли к ней. И вы не поверите, сидев. Она уткнувшись кулаком от подбородок. Она зашевелилась. Поднимает руки на нас. Мы вместе заключаем. Мама. Прибежали. Там подошла дежурная. Ну что вы там спите? Не подходите к ней. Эта мистическая стация приносит беды. И больше никто к ней до сих пор не подходил. Прошло 14 лет. В марте этого года я решил съездить в столовую. В ту больницу. Я посмотрел на то место, где была статуя. Там был дворник старик. Я пошел к нему, чтобы спросить. А где та статуя, которая была раньше? Он сказал, что ходили слухи. Она бордела по ночам, пугая всех пациентов. Но сказал, она исчезла потом и всегда. И до сих пор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...